Они не просто отличники, каждый в своей школе, но уже звезды науки высоких достижений. А сегодня награды за победу в многопрофильной Олимпиаде вручают министр образования и науки России Дмитрий Ливанов и губернатор Николай Меркушкин. Заседание Оргкомитета проходило в актовом зале Национального исследовательского университета имени Королева. Одаренные школьники – это наше бесценное национальное достояние, тот ресурс, из которого формируется будущая интеллектуальная элита нашей страны. Именно они создают особое творческое напряжение в молодежной среде, обеспечивают в конечном счете развитие нашего общества, нашей экономики, социальной сферы. Поиск и выявление талантливых детей, которые в будущем могли бы стать главными конструкторами, выдающимися учеными, которые обеспечивали бы развитие нашей науки и техники – это не мода для нас, это веление времени. По словам министра, закономерно, что итоги Олимпиады подводят в Самаре. Министр в ЗАКО оценил традиции образования в городе. Недавние победы самарского педагога в конкурсе «Учитель года России» тому подтверждение. И самое главное в регионе – в тесной связке находится школа, вуз производства. А с 1 сентября принимает первых учеников Центра одаренных детей. Исключительно важно развивать у нашей молодежи тягу к научно-исследовательской и инженерной деятельности, стимулировать абитурентов в поступлении на инженерные специальности. Решение именно этих задач способствует многопрофильная инженерная Олимпиада «Звезда». В силу своей практической направленности, прикладного характера, она представляется особенно интересной не только для развития системы образования, но и для укрепления промышленного потенциала региона нашего, ну и страны, естественно, в целом. На самом деле победить было не так уж и сложно. Я совсем не ожидал, конечно, оказаться победителем, но, видимо, показал свои знания на уровне. Конечно, сказалось и хорошее образование в своей школе, гимназии. Самарский объединенный университет признан во всем мире как кузница высококвалифицированных кадров. Традиции и инновации показывают министру. В музее авиационной техники уникальные образцы двигателей, которые разработали самарские конструкторы в разные годы. На старших курсах многие студенты уже сами занимаются наукой и производством. Кам-центр Института адъективных технологий позволяет буквально с нуля создавать сначала прототипы, а затем и реальное воплощение деталей принципиально новых двигателей и летательных аппаратов. Цех сборки РКЦ «Прогресс». Здесь создаются носители, аналогов которым еще не придумали, а реализуют уникальные проекты те, кто еще вчера начинал путь к звездам в стенах аэрокосмического университета. Чтобы система и дальше работала без сбоев, разрабатываются современные модели подготовки кадров. Объединенный ВУЗ делает шаг за шагом к тому, чтобы войти в топ-100 мира. Предприятие реализует самые смелые проекты. Пакет заказов под завязку. От первых шагов в техническом творчестве до космических высот. Самар уникальный город, который дает каждому возможность стать специалистом мирового уровня в аэрокосмической отрасли. В этом и есть суть кластерного подхода взаимодействия образования, науки и производства. На совещании обсуждали опыт этого взаимодействия, которое признано наиболее успешным в стране. Со стороны государства «Зеленая улица» самым амбициозным проектом. И это, как ни что иное, будет способствовать возрождению статуса Самары, как космической столицы России. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События.